МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе в Благовещенске начались досрочные выборы. Граждан, которые не смогут прийти на участки 14 сентября, приглашают отдать свой голос заранее в горысберкоме. Кто получит поддержку большинства в единый день голосования, пока можно только догадываться. А вот Амурский исследовательский центр уже может назвать примерную расстановку сил. Он подвел итоги третьего соцопроса, который выявил отношения благовещенцев к предстоящим выборам, партиям и отдельным кандидатам. Сегодня две трети избирателей готовы пойти на выборы, но только половина из них сделает это при любых обстоятельствах. Начиная с июня этот показатель вырос на 10%, отмечают социологи. С одной стороны, радует, что количество людей, которые готовы пойти на выборы, увеличилось. В данный момент треть от опрошенных респондентов заявили, что они будут точно участвовать в выборах. Но, с другой стороны, это достаточно низкая цифра. То есть всего треть горожан готовы участвовать. Ну и также мы выявили такой факт, что четверть избирателей в принципе не проинформирована про выборы. Если же говорить о политических предпочтениях горожан, они довольно предсказуемо, говорят специалисты. Так, среди кандидатов в мэры самым популярным на сегодняшний день является действующий, исполняющий обязанности главы администрации Александр Козлов. В тройке лидеров также кандидат от ЛДПР Иван Абрамов и представитель коммунистической партии Татьяна Ракутина. Среди политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Гурдуму, лидируют «Единая Россия» с почти половиной голосов опрошенных, ЛДПР с рейтингом 16,6% и КПРФ 10,9%. Тем временем в Благовещенске набирает обороты предвыборная агитация. И, как отмечают благовещенцы, ведется она не всегда законными методами. В нашу телекомпанию на уходящей неделе поступили жалобы сразу на несколько подобных случаев. Какие методы политической рекламы заставили горожан возмутиться? Анна Шадрина расскажет. Баннер с политической рекламой стал яблоком раздора между одним из кандидатов в мэр Благовещенска и жильцами Хрущевки на Ленина-Чайковского. Дом и так старый, а тут еще без спросу на него крепят такие внушительные конструкции. Весь подъезд в возмущении, а больше всех старшее дома Мария Семеновна. В четверг она написала жалобу в городской избирком. Просто, видимо, организации не понимают, что это частный дом, что жильцы-то все частники. И они не спросив никого, можно ли прибить такой громадный стенд, который где-то метров 8 высотой и метра полтора или два ширина. В избиркоме нам пояснили, скорее всего, жалобу жителей этого дома удовлетворят. Наказание при этом грозит и проштрафившемуся кандидату, и фирме, которая занималась монтажом конструкции. По закону размещать агитматериалы на домах можно только с согласия собственников. Меж тем, в комиссии уже приняли свыше 40 жалоб. И избиратели, и кандидат на кандидатов жалуются. Идет проверка. Конечно, некоторые там жалобы и удовлетворяешь, потому что там действительно лето и лето нарушено. Но какой-то такой массовости, я бы сказал, нету. Более компания идет спокойно, каких-то черных пиарок пока мы тоже не видим. Но с этой недели, кажется, черные технологии все же пошли в ход. Жильцы нескольких многоэтажек обнаружили на своих подъездах сомнительное объявление. Якобы горячую воду дадут не 5, а только 15 сентября. Виновником при этом выставляется администрация города. А написаны объявления от имени директора АКС. Кстати, даже это самое имя напечатали с ошибкой. Сам текст объявления вообще некорректен и неграмотен. Связали отсутствие горячей воды с качеством холодной воды. Но это не главное. Очень жаль, что в городе кто-то таким образом наносит урон амурским коммунальным системам, людям, которые в этом предприятии работают. Поэтому эта информация не соответствует действительности. Это ложное. Кроме того, никакие объявления на подъездах жилых домов мы не распространяем. Кого хотели очернить авторы листовок, остается догадываться. Меж тем, жильцы на провокацию не поддались. Сразу распознали подвох и сообщили в АКС. До выборов остается неделя. В избиркоме уже идут последние приготовления. И специалисты рассчитывают. Благодаря бдительности, которую проявляют горожане, нынешнее голосование имеет все шансы стать самым примерным из всех, что проходили в столице Преамурья. Что касается возвращения горячей воды, то многие благовещенцы, оставшиеся без услуги еще 18 августа, наконец дождались окончания ремонтной кампании. Коммунальщики обозначили датой окончания работ 5 сентября, но заполнять систему начали еще в четверг. Амурские коммунальные системы раньше срока приступили к подаче воды потребителям, живущим в квадрате улицы Ленина, Пушкина, Лозо, Фрунзе. Они одни из последних, кто до сих пор оставался без горячего водоснабжения. Однако еще 97 городских многоэтажек пока еще не запитаны. Почти все они располагаются от Лозо до набережной Зии между улицами Фрунзе и Горького. Подать воду в этот район коммунальщики обещают только восьмого числа, в понедельник. Крупнейший водозабор Амурский скоро вычеркнут из реестра опасных производств. Последнее предприятие коммунальных систем, где работают с ядовитым жидким хлором, откажется от применения едкого вещества. Что заменит хлор и как новая экологичная технология отразится на скорости производства чистой воды, узнаете, посмотрев наш сюжет. На протяжении уже многих лет мы получаем жидкий хлор в непосредственных контейнерах. В каждом контейнере в среднем идет 900 литров жидкого хлора. Заходить на склад с ним руководитель водозабора запретил. В случае разгерметизации хотя бы одного контейнера пострадают люди на километры вокруг. Про удушающие отравляющие свойства хлора местные работники не забывают ни на секунду. В хлораторную, например, ходят после включения мощнейшей вентиляции и тщательно следя за ПДК. Предельно допустимым значением хлора. Понимаете, у нас стоит система сигнализации. Если ПДК превышает 1 миллиграмм, это уже опасно для жизни. То есть без противогаза нельзя входить в войну. Это был отравляющий газ, так что это опасно. Заменять опасные технологии безвредными коммунальщики начали еще в 2009 году. Тогда электролизная установка обеззараживания воды появилась на очистных сооружениях Благовещенска. В 2012 подобное оборудование внедрили на водозаборе Северном. Теперь установят на Амурском. Риски взрывов и отравлений электролизные станции сводят к нулю. Необходимый для очистки воды хлор такое оборудование вырабатывает само – из обычной поваренной соли. С опасным промышленным хлором оно не работает. В принципе, это одно из самых современных оборудований, то есть из самых простых. Может быть, какие-то есть сложнее немецких, но у них цена запредельная. Это самый оптимальный вариант. Обошелся оптимальный вариант коммунальщикам в 37 миллионов рублей. В дальнейшем он позволит сэкономить. Покупать дорогостоящий хлор не придется. На длительности очистки воды использование соли не скажется. Процесс от реки до потребителя по-прежнему будет занимать часа четыре. Есть и другие плюсы. Самое основное, что меньше будут у нас органы, контролирующие своим, так сказать, вниманием. Будут другие. На качество воды это никак не повлияет, только будет лучше. Улучшать производство чистой воды коммунальщики уже начали. Смонтировать и запустить гидролизное оборудование они планируют до конца этого года. Второе сентября в Благовещенске отмечается как второй день Победы. В этот день горожане в память о разгроме милитаристской Японии и о погибших в той войне дальневосточниках возлагают цветы и венки к памятникам. Вот и в этом году митинги в честь окончания Второй мировой войны прошли возле бронекатера на Площади Победы и на набережной. Материал в продолжении темы. Спустя 69 лет они все еще в строю. Участники Второй мировой 2 сентября в любую погоду и как бы ни подводило здоровье, все равно приходят. Сначала к бронекатеру, на котором в 45-м наши бойцы форсировали Амур, а затем и на Площадь Победы. И чтобы понять, что для них значит этот день, порой не нужно слов. Свои воспоминания о тех годах есть у каждого, кто пришел на площадь. Амурчане дольше других советских людей ждали окончания войны. 24 дня в августе 45-го здесь еще шли бои, а вся страна уже отпраздновала Победу. Во время войны было только одни пограничники охраняли. Ну стояли тут, зенитки стояли на гастрономе, там на крыше, сирены были. Милиционеры то один на город был, потому что все были на фронте, все воевали. Это день воинской славы для нас амурчан. Это особенная дата. Именно здесь, на Дальневосточных рубежах, 69 лет назад, был разгромлен последний союзник фашистской Германии. Низкий вам поклон за мужество, преданность нашему отечеству и созидательный труд в послевоенное время. Сохранение вот этой исторической памяти на приграничных территориях нужно и оно должно отмечаться, чтобы и подрастающее поколение, и мы не забывали, что все-таки мы являемся форпостом и как бы там политическая обстановка не менялась, мы все равно живем на границе, поэтому я думаю, что память должна быть в сердцах жителей города, Амурской области и Дальнего Востока. С площади Победы митинг переместился на набережную, чтобы по традиции спустить цветы на воду. Память о погибших каждый год 2 сентября чтят именно на пограничной реке, которая в 45-м тоже стала местом сражений и объединила два государства в борьбе с пособниками фашистов. Наши воины освобождали от японских захватчиков не только свою землю, но и Китай и Корею. И в среду, 3 сентября, такой же митинг с участием благовещенских ветеранов прошел в городе Хэйхэ. Коротко о важном, интересно о главном. О том, чем еще запомнится уходящая неделя, расскажут новости короткой строкой. Они в нашем эфире прямо сейчас. Первый звонок прозвенел в понедельник для более чем 2,5 тысяч благовещенских первоклашек. Торжественные линейки по случаю начала нового учебного года прошли во всех городских школах. В этот же день в Благовещенске работал заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Он провел встречу со студентами. Основной темой беседы стал Космодром Восточный. А во вторник в Преамуре работал уже президент России. Владимир Путин посетил Космодром Восточный и трассу Чита-Хабаровск, где сейчас идет ремонт. В этот же день в Благовещенске установили 4 новых светофора. Один из них на Трудовой Октябрьской уже подключили. А в общественно-культурном центре во вторник впервые открылась православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресенью России». В среду в прогимназии и школе номер 10 Благовещенска пожарные провели традиционные учения. До конца месяца всем школам предстоит отработать алгоритм действий на случай реального пожара. В четверг в обл. избиркоме заработала горячая линия. По телефону 512654 можно задать специалистам любой вопрос, касающийся выборов 14 сентября. В этот же день район сплавконторы и центр города связал автобус номер 17, следующий из маховой пади в Благовещенск. Заезжать на остановку в районе сплавной конторы он будет один раз в день в 9.25. В остальное время местным жителям придется добираться на привычных 20 и 15 маршрутах. Кандидатов на пост мэра Благовещенска, скорее всего, станет на одного меньше. Валерий Вощевоз изъявил желание сняться с предвыборной гонки. В четверг он подал заявление в горы с бирком. В пятницу недавно созданная городская федерация хоккея объявила набор детей в секцию при стадионе «Спартак». Впервые в городе тренировать хоккеистов будут с 6-летнего возраста. В этот же день в БГПУ возобновились компьютерные курсы для пожилых благовещенцев. Желающих учиться оказалось больше, чем может вместить группа. Итоговую программу завершит рубрика «Благовещенск в деталях». Сегодня ее автор и ведущая Ольга Туманис расскажет об уникальном кладбище, которое, во-первых, стало достопримечательностью города, а во-вторых, прославил Благовещенск на весь мир. За этим ничем не примечательным забором возле гаражного массива находится уникальное место, подобное которому вряд ли найдется в любом другом городе мира. Благовещенское кладбище динозавров, давшее науке три вида уникальных доисторических существ, будоражит не столько взор, сколько воображение. Первую многовековую кость здесь нашел мальчик Игорь Бастрыкин в 1948 году. Из карьера, в котором брали щебень, школьник отнес свою необычную находку в Краеведческий музей, однако тогда кладбище доисторических ящерев так и не признали коренным месторождением и разрабатывать не стали. Ученые обратили на него внимание вновь только в 1972 году. Строя дамбу на Амуре, река в тот год угрожала городу, рабочие взяли очень много земли из карьера и снова обнаружили останки динозавров. На этот раз к находкам отнеслись серьезно и даже поставили военных охранять это место, но активно искать окаменелости начали лишь в 80-х годах. Ученым с удовольствием помогали мальчишки, живущие неподалеку. Конечно, я им платить деньги не мог. Причем в отвалах у меня была такая... Академия наук все-таки давала какие-то продукты, которые тогда были в дефиците. Поэтому была премия. Они разбирают отвалы, если находят зуб, причем приличный, то была премия банка сгущенки. Так амурские ученые открыли ранее неизвестных науке существ. Позже их окрестили амурозавром, керберозавром и черепахой амур-эмис. Их черепа сохранились в достаточно хорошем состоянии, а это очень ценно для науки и выделяет наше кладбище среди других мировых месторождений. Благовещенское кладбище динозавров настолько богато ископаемыми раритетами, что их особо и искать не надо. Обнаружить кости, возраст которых достигает 65 миллионов лет, может любой достаточно внимательный человек. А каменелые останки доисторических ящеров здесь буквально торчат из земли. Часть находок ученых уже давно поселилась в нашем музее динозавров. Часть ждет своего часа прямо здесь, на открытой веранде, а самое таинственное скрывается в толщах земли. По оценкам специалистов, в недрах этого участка в полтора гектара залегает еще очень много интересного для палеонтологов, но пока, в отсутствии финансирования, работы здесь приостановлены. Редактор субтитров А.Семкин